Поддержка из федерального бюджета. Нинецкий округ получит более 100 миллионов на обеспечение сбалансированности бюджета. Столица Поморья станет площадкой для обсуждения Арктики. В марте 2017 года в Архангельске пройдет международный форум. Зимний готовят к открытию. Снежную автотрассу предполагают запустить накануне Нового года. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Субъекты Российской Федерации получат дотации из федерального бюджета на обеспечение сбалансированности бюджетов. Дотации в размере 33,5 миллиарда рублей предоставляются бюджетам 82 субъектов. Почти 114,5 миллионов получит Нинецкий округ. Из 33 миллиардов рублей, выделенных субъектом Федерации на обеспечение сбалансированности бюджетов, 20 миллиардов рублей направлено на частичную компенсацию дополнительных расходов регионов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, 3,72 миллиарда рублей на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов, связанных с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года до 7,5 тысяч рублей, 8 миллиардов с небольшим на поддержание устойчивости консолидированных бюджетов субъектов Федерации в четвертом квартале 2016 года и в 2017 году. Остальные средства бюджету Краснодарского края в целях компенсации расходов на строительство объектов капстроительства. Распределение дотации одобрено на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Архангельск станет столицей 4-го международного арктического форума «Арктика. Территория диалога». Он пройдет в марте следующего года. Форум является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив арктического региона на мировом уровне. Планируется, что мероприятие пройдет при участии президента России Владимира Путина. Ненецкий округ на нем представит губернатор Игорь Кошин. Участники форума познакомятся с результатами работы российской стороны в деле освоения Арктики в условиях текущей политической ситуации. Двухдневная программа мероприятия будет включать два пленарных заседания «Арктика. Территория для жизни» и «Человек в Арктике» с участием высокопоставленных лиц и заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Кроме того, среди мероприятий деловые завтраки, арктический бизнес-форум, международный молодежно-образовательный форум «Арктика. Сделано в России», а также форум северных городов и встречи глав регионов. Участники на самом высоком уровне обсудят международное и межрегиональное сотрудничество в Арктике в области высоких технологий, деловых отношений и энергетической безопасности, туристического потенциала региона, развития транспортной инфраструктуры, а также подготовки высококвалифицированных кадров для обеспечения развития Арктики. Не обойдут вниманием и вопросы безопасности жизнедеятельности местного населения, сохранения экологии арктической зоны, медицины и здравоохранения в условиях Крайнего Севера и другие темы. Зимник в Ненецком округе готовится к открытию. Сегодня на снежной трассе работает техника, выезд приемной комиссии запланирован на 25 декабря. Если не будет замечаний и нарушений, зимник запустят 28 декабря. Об этом на еженедельной планерке сообщил руководитель Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта. Зимник вновь пройдет вдоль строящейся дороги на Ренмар-Усинск. Общая протяженность временной дороги в сезон 2016-2017 года составит почти 86 километров. В последующие два года, с учетом ввода участка строящейся автодороги на Ренмар-Усинск, она сократится до 72 километров. На временной дороге организуют четыре ледовых переправы. Ширина проезжей части традиционно составит 6 метров. На крутых спусках и подъемах будут дежурить бульдозеры. Для обозначения ширины полотна дороги и ориентации водителей в условиях пониженной видимости, по обе стороны проезжей части установят хорошо заметные на снегу вехи со светоотражающей пленкой через каждые 50 метров. 18 декабря состоялась выездная инспекционная поездка по строительству зимника. Сейчас обеспечен сквозной технологический проезд. На данном зимнике работает 20 единиц техники. Ориентировочная рабочая комиссия назначена на 25 декабря. Если все хорошо, то ввод объекта в эксплуатацию будет 28 декабря. В этом сезоне на временной дороге организуют три дорожно-ремонтных пункта. В них водители, попавшие в чрезвычайную ситуацию, смогут отдохнуть и дождаться помощи. Между пунктами окружным департаментом строительства ЖКХ энергетики и транспорта, службами МЧС и ГИБДД будет обеспечена связь. Информация о состоянии зимника будет осуществляться ежедневно. В Ненецком округе начали создавать рыбопромысловые участки. Для промышленного лова определены 10 зон, общей площадью более 5000 гектар. Они расположены как вблизи Наринмара, так и населенных пунктов. Таким образом, рыбаки-промышленники, заключив соответствующий договор, смогут вылавливать любые разрешенные водные биоресурсы, кроме анодромных видов рыб. Участки для промышленного лова рыбы формировались с учётом предложений жителей округа, предпринимателей, юридических лиц, а также заключений научных организаций. По данным профильного департамента, общая площадь новых участков составляет более 5000 гектар. Самый большой из них – на реке Индиго, площадью 1300 гектар. На озере Голодная Губа определены границы трёх участков – Пыты, Орешный нос и Рогачиха. На реке Печора две зоны – Нарыга и Матюшина. Три – в районе посёлка Харивер, озеро Висерты-1, Висерты-2 и Погремты, а также одна зона – на реке Вижас. То есть, это для индивидуальных предпринимателей возможность абсолютно легально ловить рыбу на заявленных участках. Это кроме возможности ловить рыбу на, допустим, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо берёт на себя обязанность по содержанию рыбопромыслового участка, проведению милиаративных работ. Ну и, в общем-то, там есть ряд комплексов работ на очистке берегов и так далее. Теперь границы новых участков будут проходить процедуру согласования с Росрыболовством. После этого профильный департамент сможет включить их в перечень рыбопромысловых участков Ненецкого округа. Пользователи будут определяться на конкурсной основе. При этом договоры с победителями заключат на срок до 20 лет. Рыбаки-промышленники смогут осуществлять вылов любых разрешённых водных биоресурсов, кроме анодромных видов рыб. Киту, лосось, форель, нерку можно будет ловить только на некоторых участках, например, в районе Индиги. Что касается Индиги, то рыбохозяйственная наука у нас даёт рекомендации в рамках госконтракта исполняемого создавать на протяжении реки вверх по течению до 48 километров ещё рыбопромысловые участки, и в том числе для анодромных видов рыб. Причём было в Сёмге установлено не более 110 килограмм, а вылов горбуши ограничений нет при условии установки рыбоучётного заграждения. На сегодняшний день на территории региона зарегистрированы 54 участка для промышленного рыболовства, 30 речных и 24 озёрных. Это хорошая база для предпринимателей, считает Игорь Кошин. Об этом губернатор сообщил в разговоре по конференц-связи главе Тиманского сельсовета. Мы планомерно движемся, чтобы создать возможности нашему населению официально ловить рыбу, перерабатывать её и в дальнейшем её реализовывать. Вот возможности мы создаём, но ловить за кого-то никто не будет. Поэтому здесь я уже прошу быть у вас немножко поактивнее. В этом году в округе зарегистрирован только один предприниматель в сфере рыбодобычи. Это житель посёлка Индиго. Глава региона поручил Татьяне Лагвиненко предусмотреть гранты для сельских жителей, которые хотят заниматься рыбодобычей и рыбопереработкой. Валентина Чебичик, Владислав Носкин, Телеканал Север. Самые предприимчивые жители города получили награду. В администрации Наринмара прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучший предприниматель». 94 новых предпринимателя зарегистрированы в 2016 году в Нинецком округе. В регионе подвели итоги реализации государственной программы развития предпринимательской деятельности. Министерство труда внесло изменения в показатели повышения заработной платы социальных работников государственных учреждений Нинецкого округа. В 2017 году он должен достигнуть уровня 80% к средней заработной плате, установленной в регионе. К 2018 году уровень зарплат социальных работников должен достигнуть 100%. Соответствующие изменения в дорожную карту Нинецкого округа по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания обсудили сегодня на заседании администрации региона. Представленные Министерством труда изменения в график доведения зарплаты работников социальной сферы до средней в регионе на 2017 год несколько снизились. В первоначальном плане в следующем году заработные платы работников, занятых в социалке, должны были быть доведены до 90%. Новым порядком установлен новый порог – 80%. Достижение установленных показателей будет реализовано в рамках государственных заданий учреждений социального обслуживания региона. Кроме того, дорожной картой определяются приоритеты развития социальной сферы на 2017-2018 годы. Это развитие социально размещающих технологий, привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций, достижение оптимальной нагрузки на одного социального работника и более полный охват граждан Ненецкого автономного округа в сельских поселениях. Обеспечение данных целевых показателей будет осуществляться в рамках соглашения. Оно будет подписано между Министерством труда и социальной защиты населения России и администрацией Ненецкого округа. Изменения претерпела и дорожная карта, направленная на повышение эффективности здравоохранения в регионе. В ней два основных момента. Первый касается целевых показателей, соотношения заработной платы на 2016-2017 годы по категории медицинских работников по указам президента. Основное здесь, что на 2017 год предлагается изменить эту цифру с 200 предполагаемых на 180, а младшего медицинского персонала со 100 на 80. То есть для нас это более реальные показатели. Кроме того, меняются целевые показатели смертности от новообразований. На два предшествующих года этот показатель будет установлен на уровне 150 на 100 тысяч населения. В Ненецком округе подвели итоги реализации государственной программы развития предпринимательской деятельности. Общий объем средств бюджета региона на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в 2016 году по сравнению с 2015 вырос на 14 миллионов рублей и составил 27,7 миллионов в числе мер помощи, гранты начинающим предпринимателям и субсидии на поддержку бизнеса. Действие программы развития бизнеса в Ненецком округе позволяет создавать новые виды предпринимательской деятельности, предоставляя гранты, поддерживать действующие бизнес-проекты с помощью субсидий, микрозаймов и услуг гарантирования. Это позволяет жителям Заполярье получать новые товары и услуги, а также развивать конкуренцию на рынках Ненецкого округа. Гранты в этом году нам позволили с учетом той предпринимательской активности, которая есть, и своевременной поддержкой округа, создать достаточную базу для развития конкуренции на таком рынке, как здравоохранение. Мы все знаем, что у нас открылся центр медицинский, открылся поддерживаемые такие проекты, как соляная пещера и узи. Однозначно приоритетным остается поддержка сельских населенных пунктов. То есть, те предприниматели, которые заявляются на грантовую поддержку, в большинстве своем эту поддержку получают на свои проекты и реализуют их на территории сельских населенных пунктов. Впервые на территории округа бизнесу начали предоставлять микрофинансирование и гарантирование. Так, 10 миллионов рублей, предусмотренные на микрофинансирование, за год полностью использованы. Фонд поддержки предпринимательства изыскал дополнительные средства для такой помощи. На заседании совета отметили, предприниматели активно пользуются микрофинансированием. При этом второй вид поддержки и гарантирование в настоящее время также набирает обороты. По итогам прошедших 11 месяцев, прирост предпринимателей на территории Ненецкого округа составил 4,3%. Количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 94 субъекта. В Наринмаре определили лучших предпринимателей года. Торжественная церемония награждения прошла в администрации города. Победители определили в четырех номинациях. Лучший предприниматель в сфере услуг, в сфере торговли и общественного питания. Лучший работодатель. Народное признание. Василий Торцев – человек, с которым уже давно и прочно ассоциируется слово «книги». В октябре следующего года Василий Евдокимович отметит 25-летие своей предпринимательской деятельности. За эти годы менялись литературные веяния, вкусы и предпочтения читателей. На книжных полках исчезали и появлялись новые авторы. Вечной оставалась лишь классика и любовь Василия Торцева к своему делу. Книжный магазин был открыт в общежитии рабокоменната, тогда еще действующего. Там была маленькая комнатка и пять передвижных точек по городу. Предпринимательская деятельность Василия Торцева началась в октябре далекого 92-го. В этот год в Наринмаре закрылся государственный книжный магазин. И Василий Евдокимович подхватил эту важную миссию – прививать людям любовь к литературе и чтению. Люди нуждались в книгах. Сам Василий Евдокимович – фанат книг с самого раннего детства. Этому способствовали родители, известные в округе педагоги Евдоким и Надежда Торцева. Василий Евдокимович любит историческую литературу, классику, таких авторов, как Лесков, Чехов, Гоголь и Задонский. А в молодости обожал Есенина и даже пытался писать стихи в манере поэта. В общем, как человек начитанный и на права хозяина, Василий Торцев часто советует людям хорошие книги. Эдгар Алан По. Хочу обратить внимание на Маргарет Митчелл, унесённые ветром. Также мной уважаемый Сергей Александрович Есенин, полное собрание сочинений. Это вы сейчас показываете то, вот если бы человек пришёл и сказал, посоветите себе что-нибудь из классики, это вот вы бы ему посоветовали эти книги, да? Да. Своим любимым делом Василий Евдокимович действительно живёт. Изучает книжный рынок в поисках новинок и реагирует на появление новой учебной и методической литературы. Уже много лет сотрудничает с учреждениями образования, принимает заявки от жителей округа. Иными словами, делает всё, чтобы удовлетворить растущий покупательский спрос. Несмотря на то, что в современном мире всё больше пользуются популярностью электронные пособия, значение книг умолить невозможно, считает Василий Евдокимович. Самые прочные, самые подробные знания мы черпаем из книг. И из книг различных, будь то документальная проза, художественная, научно-популярная или учебная литература, верен Василий Евдокимович и ещё одной известной истины. Самый лучший подарок – это книга. Василий Торцев – яркий пример предпринимателя, который работает не просто ради прибыли, но ещё и ради идеи. Это залог успеха любого предпринимателя. Успех предпринимателя подтвердила и конкурсная комиссия. Василий Евдокимович признан лучшим предпринимателем года в сфере торговли. Василий Евдокимович, книга – лучший подарок. Все мы это знаем. И несмотря на то, что современный мир таков, что молодые дети, молодые люди, да, все меньше и меньше читают книги, тем не менее, Ваш магазин всегда полон, всегда приходят туда детишки за новой книжкой, всегда приходят родители, чтобы выбрать своим любимым детям хорошую, красивую, интересную книгу, чтобы выбрать подарок своим друзьям, своим любимым. Так и так. Спасибо вам. Также среди победителей конкурса – индивидуальный предприниматель, работающий в сфере индустрии красоты и формации. Народное признание получил индивидуальный предприниматель Василий Шамрай. Мария Владимирова, Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Сохранить здоровье детей округа. В Наринмаре откроют школьный центр здоровья. Он необходим для воспитания и формирования ответственного отношения к сохранению здоровья среди школьников. В округе появится школьный центр здоровья. Структурное подразделение медицинско-профилактической направленности будет создано на базе общеобразовательного учреждения Ненецкой средней школы имени Пырерки и начнет работу в 2017 году. Концепция работы центра, механизмы методического взаимодействия со всеми образовательными учреждениями региона в настоящее время прорабатываются Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Основная задача центра – воспитание и формирование ответственного отношения к сохранению здоровья среди школьников, внедрение здоровья сберегающих образовательных технологий и создание условий обучения. Создание такого школьного центра – очередной этап работы профильных ведомств в общей концепции сохранения здоровья детей округа. Этим летом за счет бюджетных средств отдохнул каждый пятый ребенок Ненецкого округа. В целом почти 2500 детей, треть из них на Черноморском побережье. Наибольшее количество детей отдохнули вместе с родителями по путевкам мать и дитя. Всего на 2016 год было закуплено 868 таких путевок в санатории на Черноморском побережье, Кавказских минеральных вод и средней полосы России. Эти направления для санаторного лечения были определены, исходя из профилей заболеваний детей Ненецкого округа. В их стоимость входило лечение, питание и проживание. Несмотря на сложный бюджет, на летнюю оздоровительную кампанию в этом году было направлено 100 миллионов рублей. В 2017 году российские школьники впервые будут писать всероссийские проверочные работы по истории. Демо-версии уже опубликованы, и учителя начали готовиться к ним. Известно, что в контрольных будет до 20 вопросов, включая задания по истории родного края. Звучат и другие предложения. Например, дополнить данными по современной истории с 2008 по 2016 год, так как ученики изучают историю только до 2008 года. А с этого времени прошло очень много важных для страны событий. По данным Рособранадзора, ЕГЭ по истории сдают примерно 20% выпускников. Популярность этого предмета растет. Но выбирают ЕГЭ по истории только те ученики, которые идут на исторические факультеты или факультеты международных отношений. Как показывает опыт ЕГЭ, лучше всего ученики знают историю России 8-18 веков и 18-го середины 19-го века. Темы, связанные с Великой Отечественной войной, умеют анализировать различные источники. Среди любимых тем древнего мира – Египет, Древняя Греция. Плохо знают школьники средние века. Учителя, которые коллекционируют перлы учеников, говорят, что у одних Жанна де Арк утонула, а не сгорела, у других – глухим был Моцарт, а не Бетховен. Такова информационная картина этого дня. Мы будем следить за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова